привет они всем хотелось бы поговорить немножко про лампы тема не новая много уже в интернете и вообще на всяких аудио тусовках было сломано копии в спорах там адиофилы камень лампы музыканты спорят ну чаще не спорят потому что в большинстве своем за лампу значит немножко с другой стороны давайте посмотрим я с позиции сервиса сейчас хочу рассказать вам про лампочки значит распространенные типы массовые не будем брать все лампы там огульно там генератор на этом ну давайте так те которые часто используются сразу оставим за скобками новистеры из микрофонов лампы практически вечно это металлокерамика надо очень постараться чтобы их убить очень постараться там не знаю по трактор положить ну что говорить если на новистерах в общем-то летали первые спутники земли вот то есть они как правило запаяны они не в панельках то есть они вообще не не подлежат замене как правило но мне за всю практику приходилось менять новистер в каком-то фирменном микрофоне студийном которому было там больше сорока лет вот только так вот так больше что-то я не припомню но новистеры которые шли в ламповых магнитофонах там каких-то айдас ах вот у меня в детстве было то есть там такая выбраковка из военных партий там может быть что-то происходило они начинали то немного микрофонить в общем-то не в этом то что с ними проблему в общем-то нет лампы такого массового использования это силовые лампы усилителей там 6 л 6 например ну или как у нас там более распространенные были ел 34 6 п 3 6 п 3 с е там советские аналоги там сила там силовые лампы то есть вот в общем то вопрос больше финансовый то есть кто можете позволить хорошие лампы дорогие покупают дорогие кто не может силовые лампы самая массовая категория лампочек это конечно и сыске эти 83 и cc 82 они стоят в приборах они стоят педалях они стоят ламповых комбик гибридах стоят усилителях в пультах некоторых стоят я сам честно говоря пользуюсь для проверки любых микрофонов ламповым преампом предпочитаю за то что неубиваемая вещь совершенно ни к камень можно как-то убить там каким-то там импульсом вот значит основные лампочки наши этого 12 x 7 или еще она называется и cc 83 ну и 12 а у 7 или и cc 82 но 82 пореже 83 практически везде практически везде что хочется сказать по качеству лампы новые они в общем то все на одном уровне качество лампы это ее долговечность и неизменяемость параметров со времени очень много ламп в сервисе приходится менять подбирать аппараты как правило ламповые они дороже из-за того что есть высоковольтный источник питания аппарат сам немножко сложнее немного там более серьезное требование к фону там заземлению там на шасси там есть свои нюансы аппараты всегда дороже всегда ламповые значит гибриды где-то промежуточная а полупроводниковые уже подешевле сейчас д-класс вышел как такой экономика выдвинула на первые ряды д-класс усилители да они идут они идут массово но лампу не подвинуть все равно не подвинуть лампа как была традиционно дорого и популярна она так и останется чтоб не затягивать ролик не хочу повторять старые какие-то истины просто опытом хочу поделиться значит по качеству и по выбору ламп вот у вас лампа что-то случилось за микрофон его зашумела китайцы бывают что и и обрывается накал и она не светится вот часто эта проблема панельки но если у вас панелька все в порядке туда лампа значит давайте начнем снизу снизу рейтинга вам какие лампы самые ну нежелательных приобретению хотя иногда имеет очень громкое название я говорю сейчас про свою практику возможно у кого-то есть другие выводы я так лет за 10-15 могу сделать такой вывод самое худшее какие выводы могу сделать самые худшие лампы это китайские лампы с американским названием электрогармоник это рекордсмены по выходу из строя то есть они именно выходят из строя они перестают светиться них обрывается видеть накал мне попадались такие случаи потом дальше идут снизу я веду снизу от самых худших к лучшим значит потом идут разные но наймы китайские такие непонятные они маскируются под разные лампы значит они работают долго они не горят но они начинают микрофон не начинают шуметь появляется шум вот опять повторюсь если с панелькой все хорошо то это лампа дальше идут еще получше вот этого русские лампы их конечно сейчас ставят много где значит там всякие светланы в общем то мэдин руси на лампе написано это очень много где даже в американских комбо они приходят вот они лампы в принципе не подводят не паду я бы не сказал их не сильно хвалят по звуку мне по звуку сложнее рассуждать потому что я обмеряю параметры я работаю с надежностью значит но это лапа вон так говорить она уже хорошая тут ее плохим относить нельзя дальше и выше идут лампы значит брендированные лампы точно отобранные хуже когда выбирают из китая есть несколько брендов они это обычные китайские лампы на выбраны из кучи там единицы ну может быть я так не сторонник такого подхода есть брендированные лампы которые на них написано например фендер но на самом деле это мэдин руси и это сзади тоже написано то есть это те же самые лампы а вот на самой верхушке как неудивительно хотя может быть и неудивительно стоят лампы из старого соцлагеря это рфт это тесла это не подходит по цикалевке советские лампы многие если перепаивать которые по параметрам такие же но цикалевка не совпадает если говорить о совпадающих цикалевках то тунс грамм венгрия ну я говорил тесла то есть из соцлагеря вот эти все лампы они на вершине вот ему там 30 по 40 лет они субъективно лучше работают чем новенький китай это и субъективно а чаще всего и объективно то есть но предлагаю вот такой опыт мы использовать лампочки меняю и стараюсь то и сам часто пользуюсь вот тунс грамм хотя ну не хуже вот японская лампа тен то есть она тоже но она не так часто мне попадается но тоже работает кстати на уровне и не сильно то и дорога но на этом все все что хотел сказать если будут какие-то вопросы обсуждений не буду говорить о тривиальщины там ставьте лайки там подписывайтесь кому надо спросите подпишитесь